Игровая серия Half-Life, несмотря на свой статус революционера в жанре шутеров, была откинута в долгий ящик своими же создателями уже на протяжении 10 лет. Увы, её судьба оказалась печальной, но всё же в этом мире есть что-то, что продлевает жизнь этой вселенной. И это любительские моды. Заварите чаёк, сделайте поесть, а я начинаю. Тебя порядком уже за***ал контент человека, на которого ты зашёл? Тогда подписывайся на мой канал, здесь ты найдёшь много разных монтажей по играм. Более того, я всегда положительно отвечаю на комментарии. Также могу пообщаться абсолютно с любым человеком ВКонтакте. Напиши мне привет, и я расскажу тебе за жизнь. Ссылка находится в описании, и я тебя жду, пупсик. Перед началом хочу уточнить, что данный топ не гарантирует выход всех модификаций и игр в этом году. Он лишь показывает о самых перспективных проектах 2018 года. А теперь... Пятое место. М-мод версия 3. Данная модификация может показаться наследником всеми известного S-мода, ибо у них схожа общая концепция. Кратко говоря, данный мод об улучшенной картинке, постобработке, эффектах частиц, новой механики игрового процесса и о новом оружии. Не остались и без изменений старые элементы игры. Нас также ждут обновлённые модели оружия и совершенно новые анимации. 90% контента можно будет редактировать под себя. Если вам что-то не нравится, вы сможете это просто отключить. Геймплей на напоминает run-and-gun шутеры, где вы представляете из себя неубиваемую машину для убийства, которая уничтожает всё направо и налево. Ощутить данный кайф мы сможем уже в этом году. 4 место. Thundersleeves. Это модификация технологий Альянса и их адаптации под нужды повстанцев. Мод в первую очередь сосредоточен над геймплеем. Добавлены новые враги, новые интересные загадки, необычные игровые особенности и многое другое. История берёт своё начало задолго после событий во втором эпизоде. Люди вернули в себе контроль над землёй, разрушенные города были восстановлены после многочисленных сражений. Но война продолжается. Тем временем повстанцы активно используют технологии Альянса для восстановления ресурсов и для схватки с врагом. Лично меня Thundersleeves заинтересовал больше всего своими локациями и дизайном, которые мне напомнили Fallout 4. Посмотреть геймплейный отрезок можете на странице самого мода. Дата выхода неизвестна. 3 место. Эпизод 17. Очередная поделка на основе слитой беты Half-Life 2. Но по сравнению с другими проектами, большая часть из которых ушла в небытие, не буду врать, это самый многообещающий из них. История основана на ремейках карт из утёкшей беты и вырезанного Half-Life 2 контента. Чтобы запомнить пробелы, в эпизод 17 будут также свои карты и локации. К сожалению, всё это основывается на собственной, независимой истории, которая никак не связана с главными героями оригинала. Полностью альтернативный мир. На данный момент медиа-релизов весьма мало, но по имеющимся скриншотам можно отметить высокий уровень качества проработки окружения и атмосферы. Скоро ожидается трейлер, а дата релиза пока неизвестна. 2 место. Hunt Down the Freeman. Самостоятельная игра, которая заполучила поддержку Valve и заимела лицензию на продажу в Steam. Главной особенностью игры является взгляд на сюжет со стороны злодея. Новые приключения, новый протагонист, охота плохого парня за хорошим. Новая система инвентаря, механика паркура, персонажи, которых озвучивают известные ютуберы. Более 45 минут кинематографичных кат-сцен, что в новинку для серии. И, наконец, усовершенствованная графика. Почувствовать боль главного героя, сержанта Митчелла, нам помогут 14 часов геймплея и около 40 уровней. А прямо сейчас в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш, где вы сможете получить одну копию игры бесплатно. Вам лишь надо будет выполнить легкие условия. HDTF поступит в продажу уже на этой неделе 2 февраля. Первое место. Silent Escape Remake Пересоздание знаменитого мода Silent Escape, первая версия которого вышла еще в 2012 году, он является идеальным примером того, что в наши дни совершенно необязательно придумывать сверхсложные головоломки, вносить существенные изменения в привычный геймплей и блистать с мозголомным сюжетом, чтобы угодить игрокам. Новая версия игры, по предположительным данным, будет в 3 раза длиннее оригинала. Улучшенная графическая составляющая и просто великолепный арт-дизайн идет в комплекте. К сожалению, почти нет той информации, которой я мог бы с вами поделиться. Факт. Это будет самый эпичный и насыщенный мод или игра, кому как угодно, за все время. По крайней мере, я на это надеюсь. Не подведи нас, Костя. Ждем, надеюсь, в этом году. Тизер этого творения выйдет этой зимой также на моем канале. На этом я закрываю топ самых ожидаемых модов 2018 года. Не забудь написать в комментариях твои самые ожидаемые моды. Если понравилось видео, будь добр поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики и стримы. А также не забудь поучаствовать в розыгрыше. Всем спасибо и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok